Всем доброе утро! Слушайте, с утра проснулась, собралась и еду на работу, потому что у меня сегодня очень много дел на работе, у меня сегодня ученица будет, и у меня не работает машина, не заводится. Что, не могу понять, что случилось. В общем, сейчас позвонила мужу, потому что это впервые за все время, уже сколько лет уже моей машинки, это лет 5, наверное, это впервые, что вот такая ситуация, что она не заводится. Вовремя и масло меняем, и следим за... ну, то проводим, да, там, но понятия не имею, с чем это связано. Вчера было все нормально, вчера мы ездили вообще, даже не предвещало беды ничего. Ладно, буду ждать мужа, пусть подъедет, поможет, потому что у меня сегодня с собой такие сумки, я пешочком как-то, наверное, и не сильно-то и дойду с этими сумками. Я бы, я именно на машине хотела ехать. В этом вы все смотрите уже мое видео, которое я вам выгрузила сегодня утром. Комментируйте, что вы не боитесь жесткости на тему бизнес-видео. Это хорошо. Это хорошо, что вы не боитесь. Единственное, знаете, вопрос. Тяжело делать разговоры о бизнесе монологом. Почему? Потому что мне очень нужна ваша обратная связь вот в режиме онлайн. То есть я задаю вопрос, вы отвечаете, я вам говорю, вообще, как правильно, неправильно. Ну, здесь не может быть неправильно, просто как бы направление какое, да, ваших мыслей. Поэтому, не знаю, может, в прямом эфире попытаться на ютубе выйти, но хотя я на ютубе еще в прямом эфире ни разу не выходила. Тоже тоже надо так подгадать, чтобы все, кому это интересно, могли зайти. И еще не знаю, думаю. Ну, а так, вкратце, конечно же, о чем-нибудь будем с вами говорить по чуть-чуть. Машиночка моя, лапочка, ну, зайка моя, ну, что ж ты меня сегодня подводишь, почему ты не заводишься? А, сегодня еще Янка, кстати, с дачи возвращается вечером. Мне папе моему надо на работу, поэтому они сегодня возвращаются всей семьей. И Яночку сегодня вечером мы забираем. В общем, решила я на фоне этой стеночки постоять. Потому что здесь так свет, знаете, дневной падает. Так, хотя бы лицо не пятнами. Что, еще раз всем привет. Я уже в мастерской. Машину я таки завела сама. Не знаю, что это было. Несколько раз заводила, заводила, все никак. А потом очередной раз просто завелась, и мы сюда приехали. Мы, я, на машине. Вот, сейчас я в магазинчике. Сегодня, сейчас пока я так просто занимаюсь своими делами. Сегодня ко мне придет девочка на обучение по курсу свадебной флористики, на индивидуальное обучение. Будем сегодня с ней проходить аксессуары свадебные, разные там бутоньерки, веночки, браслетики, заколочки. И потом еще один день выберем на этой неделе, когда она придет, и мы уже именно букетик с ней будем проходить. Вот, так что вот такие вот дела. Что еще вам рассказать в эту кофе все возьму. А то как-то, знаете, день с утра как-то не задался, и надо срочно это исправлять. А исправить это мы можем сами, делав что-то, от чего нам хорошо. Вот мне всегда хорошо, вот, чашечки утреннего кофе, поэтому я пойду. Сейчас, слушайте, я надела куртку, ветер холодный. Мне муж принявлез покушать, перекусила. Сейчас Маруся, она сегодня со мной работает, потому что я говорила, у меня обучение, она будет именно уже по магазину все дела делать, прибежала кофе взять. И что я вам хочу сказать. Ну, как вы думаете? Да, хочу с вами немножечко поговорить о том, что вы мне пишете. А пишете вы мне обычно в последнее время? Да и, наверное, последние года два, как мой канал существует. Это, что у вас есть мечта открыть свой магазин цветочный. Все вот ждут от меня какого-то совета, какой-то пошаговой инструкции, как это сделать. Нет, ну как это сделать, это не сложно. Для этого вам надо встать, собраться, выйти на улицу, сходить там в исполком, в налоговую, везде зарегистрироваться, потом ездить по улицам, искать помещение для аренды, потом проехаться по поставщикам, заключать договора, заехать в банк, заключить договор в банке, поехать сделать себе печать. Это все обычные физические действия, которые абсолютно не сложные. И я не понимаю людей, которые вот все ждут от меня какого-то совета, как открыть свой цветочный бизнес, как встали и открыли. Это не сложно. Знаете, как говорится, глаза боятся, руки делают. Когда вы начнете, у вас все пойдет, вы все сделаете. Потом уже, как дальше его продвигать? Мы об этом поговорим дальше. Я сейчас говорю вот об этом начале, как это сделать. Вам надо избавиться от вашей лени. Потому что если вы не открываетесь, то есть вы мечтаете, но вы не открываетесь. Здесь вопрос, почему вы не делаете этого? Первый вариант – лень, я уже сказала. Потому что просто лень. Потому что вам комфортно просто сидеть и просто об этом мечтать, и всем рассказывать о том, как вы собираетесь вот дальше мечтать, и в мечтах там где-нибудь открыть свой цветочный магазин. Лень – самое ужасное чувство. Лень вас остановит и никак не дает вам развиваться. Развиваться. Запомните, у нас есть, какие есть два основных процесса в жизни. Это развитие и деградация. Вот лень стоит посередине. Как только вы начинаете лениться, хотите вы этого или нет, но развиваться вы не сможете в процессе лени. Вы сможете только деградировать. Вы хотите деградировать – продолжайте лениться и дальше. Хотите развиваться – подняли свое мягкое место с дивана и пошли, и начали что-то делать. Это первое. Второе – страх. Ваш страх – а вдруг у меня не получится? А я же не умею. А я же не знаю, как. Ну, давайте вспомним, когда вы были маленькие. Вы не знали, как ходить, но вы же пошли. Вы не знали, как писать, но вы же начали писать, вы начали читать, вы начали говорить. Это абсолютно нормально для человека что-то пробовать новое. Споткнулись, упали, ну не страшно, набили шишку, зато будете знать, что в этом месте надо ходить аккуратнее. Но пока вы это не попробуете, вы не сможете понимать, ваша это мечта или нет, ваш это бизнес или нет, действительно ли вы к этому стремились или нет. А жалеть себя – это самое последнее, что может быть. Потому что, когда вы начинаете бояться, откуда этот страх появляется? Он появляется из жалости к себе. Я бедная, несчастная. Если у меня не получится, это ж как я людям в глаза посмотрю, это что ж мне соседи скажут. Вот, правильно я говорю сейчас? Это, понимаете, вот почему я говорила о жестокости? Я еще мягко с вами сейчас пока разговариваю, очень мягко, поверьте, это очень деликатно я говорю. Такие вещи надо говорить очень четко, очень строго. И просто акцентировать внимание вот на этих слабостях, жалость к себе, страх и лень. Если вы хотите что-то открыть, сразу забыли про эти чувства, просто вычеркнули их из головы, из ума, из подсознания, откуда угодно. И начали действовать. Пока вы не начнете действовать, вы к своей мечте, даже на шажок не придвинетесь. И даже если вы сейчас будете смотреть просто залпом мои видео на ютубе, другие видео на ютубе, поверьте, вам это не поможет. Потому что смотреть можно что угодно, соглашаться, не соглашаться, ставить лайки, дизлайки, писать мне комментарии. Но пока вы сами, еще раз повторюсь, не встанете с дивана и не начнете делать первые шаги к своей мечте, здесь нам будет говорить не о чем, не о каком бизнесе. Это очень важно. Поэтому вот такой вот мини вам вводный курс на тему того, что вы хотите открыть, но вы не знаете. Вы не знаете как, вы не знаете это ли ваша мечта или не ваша. Вы никогда не узнаете, пока не попробуете. Попробовали, не получилось, ничего страшного, вы получили опыт, который пригодится вам в дальнейшей жизни. Поэтому я всегда, абсолютно, всем моим зрителям, всем моим подписчикам, девочкам и мальчикам даже, которые мне пишут о том, что они хотят открыться, стоит ли это делать. Я всегда говорю, да, стоит, обязательно надо попробовать, потому что не попробовав, вы не поймете, что будет дальше, как вы дальше будете развиваться. А знаете, вот так вот сидеть, просто смотреть на видео, там, кликать на кнопочки на разные, да, там, писать там хороший или плохой комментарий о том, как вот вам нравится, что вам тут сказала я или не нравится. Это может любой, и от этого ваша жизнь не изменится. Хотите ее изменить, начинайте прямо сейчас. Вот прямо сейчас выйдите на улицу и просто пройдитесь по районам и поищите место для вашего цветочного, ну или не обязательно цветочного магазинчика. Удачи вам, скорой видень. Решила вам показать, смотрите, какой мы сделали надпись на налоги. По-моему, очень мило, мы по-разному писали. То мы писали на конфеты, на отпуск. Ну, это, знаете, когда так мелочь какая-то кто-то кидает в баночку, вот у меня зайка собирает. Вот, напишите мне в комментариях, есть ли у вас такие баночки и что у вас. У нас тут идет процесс обучения, ненадолго включусь, покажу вам. Мы вот сейчас сделали бутонерки, смотрите, какие у нас тут схемы. Вот, для того, чтобы понять, что это значит, вам надо прийти ко мне на обучение. Вот, сейчас мы будем делать цветочные аксессуары. Подобрали чуть-чуть цветочков, и я буду выключаться, потому что хочу все рассказать, показать, чтобы все-все-все сегодня усилить. Вот совсем под чашечкой, а нам чуть-чуть ниже это надо сделать. Это тоже, вот почему, еще раз говорю, это простая практика. Это все приходит вот таким вот способом. Почему мы это не должны делать только, когда приходит невеста, а просто практиковаться вот на травке, на таких любых цветочках. Все, у меня заколочка готова. И теперь мы аккуратненько ее, вот, мы ее можем двигать за счет проволоки, смотри, видишь, я могу ее двигать как мне надо, и у меня ничего не вываливается, видишь. То есть она формируется. И берем нашу невесту, смотри, и вот сюда вот волосы, вот таким способом у нас, вот здесь вот прячется все, видимо, и у нас будет вот такая вот эта. Видно? Да. Сравится? Да. Сейчас только главное, у меня руки в воске, сейчас липнет так волосам. В воске? Да. Вот, смотрите, какая у нас красота получилась, какой у нас замечательный браслетик на ленточке. Все, моя ученица. Юлечка сделала все-все-все сама, вообще не помогала. Видите, первый день обучения. Привет, еще раз, мои хорошие, я уже в машине, как вы видите, жду Яночку. Она побежала в магазин с Эмон Дэмсом, мне уже ее муж привез от родителей, сам поехал по своим делам. Ну, сейчас начало девятого, у меня только-только закончилось обучение, мы сегодня с Юлей прошли теорию, теоретическую часть по свадебной флористике, и потом занимались аксессуарами, делали бутоньерочку, браслетик, заколочку. Ну, и вот я рассказала, как на основе этого всего также можно сделать еще веночек. Здоровайся, мушка мой, привет. Смотрите, Яночка вернулась, моя зайка. Сейчас мы едем с Яночкой домой, не знаю пока, что будем делать вечером, потому что хотела пойти погулять, но муж говорит, что какие-то тучи ходят, что вроде как дождь собирается, но по сравнению со вчерашними тучами, сейчас так, облачка на небе, но вчера, кстати, дождь так и не пошел. Вот обещали, обещали эту грозу, все потемнело, ветер поднялся, но все прошло мимо Минска, и нас не залило. Вот, вас тоже не было дождя на даче? Нет? На даче не было. Не было, ну и в Минске тоже не было, все прошло мимо нас. Так что сейчас едем домой, кстати, с машинкой все замечательно, она у меня умничка, я с ней вот сегодня утром поговорила, она сразу завелась, и сейчас тоже завелась сразу же, как только я вот попробовала с первого раза. Все, едем пока домой, пока я прощаться не буду, думаю, мы еще... Привет всем еще раз, в общем, приехали с Яной домой, созвонились с мужем, и решили пойти чуть-чуть погулять, пока еще светло, ну, заодно нагуляем аппетит перед ужином, потом сходим в магазин и пойдем домой кушать и спать. Так что предлагаю чуть-чуть прогуляться перед сном нам вместе. У нас травма, и мы ее лечим подорожником. Самый лучший способ забинтовать травмированного ребенка, приложить подорожник, потому что ничего другого у нас нет. Я ухожу. Ты далеко ты так уйдешь? Я ухожу. Масенькая моя. Добрый вечер вам еще раз, мы уже идем с Яночкой домой. Муж пошел в магазин, а мы решили быстренько побежать, потому что очень холодно стало, и мы немножко подмерзли. Так что будем уже с вами прощаться, увидимся с вами завтра. Всех вас очень люблю. Воздушный поцелуй вам. Пока-пока-пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова